Всем добрый день! Сегодня я расскажу о небольшой австралийской птичке из семейства вьерковых ткачиков тростниковом астрельде. Я показываю вам желтую мутацию этой птицы. Природная ее форма немного отличается от того, что вы видите на экране. Природная форма тростникового астрельда выглядит как серовато-бурая или оливковая спинка, светлая грудка, красная маска у самца и самки и белые пятнышки каплеобразной формы, которые украшают грудь и тянутся вдоль всего тела, вдоль крыльев. Также выведены палевые формы, осветленные. Как вы видите, желтую мутацию, та, которая у меня самка и самец. И есть птицы с оранжевой маской, а не красной. Вот такое разнообразие этих птиц. Происходят они из Австралии. Там различают два подвида тростникового астрельда. Два подвида, близкие между собой, отличаются немного масками и местами расселения. Один подвид живет на севере и северо-западе Австралии, а другой первоначально встречался на востоке Австралии. Сейчас один из этих подвидов практически вымер. Второй близок к уязвимому положению. Поэтому в 1960 году правительство Австралии приняло решение больше этих птиц не вывозить. Все птицы, которые встречаются у нас, а также в Европе, попали туда до этого периода и выведены в неволе. А впервые были завезены они в Лондон в 1860 году. Птички очень понравились любителям мелких экзотических птиц своим уживчивым характером, неприхотливостью и тихой, спокойной песенкой. Тростниковых астрендов можно содержать спокойно в клетке с другими видами амадин. Такими как зебровая амадина, гульдовая амадина или японская амадина. Ну, зебровая амадина могут обижать другие виды птиц, конечно. Но сами тростниковые астренды, они довольно-таки мирные и никого из своих соседей по клетке обижать не будут. В природе они являются стайными птицами, так что по одному содержать их не рекомендуется. Я вам показываю самку и самца. Я специально садила их вместе, вне периода гнездования этих птичек содержат отдельно по полу. Так же, как и других амадина и астрендов рекомендуется содержать отдельно самцов, отдельно самок. Ну, а я их садила вместе, чтобы было понятно, в принципе, отличие самца от самки у этих птиц. Поскольку я про них вот рассказываю. А так они живут у меня, самец с самцами Амадин Гульда, а самочка с самками Амадин Гульда. Половой деморфизм у тростниковых астрендов выражен довольно ярко, то есть мы легко отличим самца от самки. Отличаются они по маске и по интенсивности окрас. У самцов более яркая окраска и маска выражена больше, то есть она крупнее, ярче. У самочек маска едва доходит до глаз, она значительно меньше. Так что птицы, в принципе, сразу с первого взгляда отличаются друг от друга. Видно, где самец, где самочек. Ну, естественно, самцы поют, а самки нет. Самки издают только позывку, а самцы поют их пение. Не очень громкое, напоминает немножко скрипучую скрипку. Что касается питания, то в природе эти птицы живут в зарослях тростника, дикого риса, предпочитают влажные места у воды. Они любят несозревшие семена, колоски, а также значительную долю их рациона составляют насекомые. При клеточном содержании или содержании в вольерах у нас дома, эта птица в основном зерноядная всё-таки. Но, тем не менее, в период размножения желательно давать ей живой корм. Также всячески приветствуется пророст, пророщенная корма и мешанки с яйцом, зеленью, либо промышленный яичный корм. Ну, в данном случае вы видите, что я повесила в клеточку им мокричник, который они с удовольствием едят. Так что, пока лето, они наслаждаются этим видом своей любимой зелени. В естественных условиях тростниковые астрильды строят гнезда двух типов. Гнездо первого типа обычно у самой земли. Под гнездом птицы сооружают небольшую площадку, а само гнездо сплетают из зелёной травы. Оно довольно рыхлое и круглой формы. Гнездо второго типа птицы строят на ветвях деревьев или кустов. Оно шарообразное с боковым входом, но сплетено не из зелёных травинок, а плотно из сухой травы. И никакой платформы уже под этим гнездом нет. Интересно, что каждый самец тростникового астрильда умеет строить только один тип гнезда. Ну, вот, во всяком случае, так считается. В клетке мы не можем предоставить для птиц все условия для выявления этих их особенностей. Поэтому обычно, не зная, какое гнездо выберет тот или иной самец, тростниковым астрильдам предоставляют и стандартные домики, такие как у мадингульда, и различного вида плетёнки, и канареечные гнёзда, над которыми уже самостоятельно самцы могут достроить свой шар. Ну, а гнездовым материалом служат травинки, кокосовое волокно. После откладки 4-6 белых яиц насиживание длится 14-15 дней. Кладку обычно высиживают поочерёдно обе птицы. Птенцы покрыты редким серым пухом и вылетают из гнезда на 22-25 день. Но ещё в течение трёх недель родители их подкармливают. Молодые тростничата окрашены в бурый-зелёный цвет, бурюшка немножко светлее. Но они полиняют во взрослый наряд где-то к 6 месяцам. Ну, могу сказать, что у меня эти птички недавно, где-то, наверное, месяц живут только, я купила молодую пару разнокровную. У заводчика они сидели вместе с другими тростниками, ни Амадин Гольда не видели. Поэтому, когда они приехали ко мне, мне пришлось приручать их постепенно к другому виду птиц для совместного проживания. Потому что я знаю, что, в принципе, они очень хорошо, спокойно существуют вместе, и их можно совместно содержать. Поэтому сначала я посадила две купленные птички вместе, не стала их рассаживать по полу, чтобы сразу их не пугать и не вводить в большой стресс. Подсадила к ним и желтых Амадин Гольда. К желтым Амадинам Гольда они спокойно очень отнеслись. Но когда я посадила синего Амадина, то была, в общем-то, сначала большая паника. Тогда синего я убрала, посадила зеленого, молодого, не перелинявшего Амадинчика. К такому варианту они спокойно отнеслись. Вот они у меня пару дней пожили с желтыми Амадинами и с птенцами. Ну, а потом уже, когда я поселила и синюю птицу, и природников зеленых ярких, они уже как-то более спокойно отнеслись. Уже, видимо, проживание в стае их успокоило. Перестали метаться. И сейчас они абсолютно привыкли, спокойно вместе кушают, спокойно засуществуют. Никаких проблем в этом нет. При совместном содержании никто друг друга не обижает. Что касается разведения, то своего опыта разведения терптиц у меня нет. Единственное, могу рассказать о том, что я читала. Родители из тростниковых астридлев получаются разные. Некоторые хорошо сидят на кладке и выкармливают своих птенцов. Некоторые бросают кладку, кто-то бросает, не кормит птенцов. Тут, можно сказать, все зависит от индивидуальной птицы. Ну и, конечно, от условий содержания тоже. Чем больше пространства, тем лучше идут на кладку этот вид птиц. Конечно же, очень многое зависит от того, в каких условиях сами птицы были выращены. Если они росли в домике для гульт, то больше шанс, что они выберут себе подобного типа гнездо. Если сами они вырастали в плетенке, или, соответственно, их отец строил что-то подобное шаром, выбирал себе такого типа гнездо, хотя, в общем-то, по отзывам строители они не очень хорошие, но, тем не менее, что-то соорудить могут. Так что все зависит и от генетики каждой конкретной птицы, и от ее предпочтений, и от предыдущих условий содержания. Ну, посмотрим, как порадуют меня мои птички новые. Единственное, что могу сказать, что сразу видно большой любви между этими конкретными двумя птицами нет. То есть, насколько они пойдут на гнездо, я пока не знаю, потому что я не наблюдаю их взаимной привязанности. По идее, при саживании самца с самкой, если они друг друга нравятся, то самец должен исполнять свой танец, он прыгает с веточкой перед самкой. Я такого не наблюдала, поэтому, ну, понимаю, что, в общем-то, мои птицы, хотя это разнокровная пара, возможно, и не образуют пару. Тем не менее, они еще довольно-таки молодые, и посмотрим, как они поведут себя в более взрослом возрасте. А я с вами прощаюсь, желаю всем удачи, успехов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok